Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как узнать, любит ли он, есть ли у него чувства, и самое главное, будет ли он со мной. Ну, этот вопрос вам лучше задать в разделе ДТРКИ. И вот мы занимаемся предсказыванием будущего. Вот мы все-таки больше психологи и, соответственно, предсказанием будущего не занимаемся. Поэтому здесь вы немножко ошиблись в разделе. Дальше. Что для психолога означает вопрос, да, как узнать, будет ли он со мной. Вот как, как, что это значит для психолога. Вот. Для психолога это означает, что вы пытаетесь переложить ответственность на человека, другого человека. Условно говоря, вы пытаетесь это сделать, потому что по ряду причин вы себе можете, ну, обесценивать, вы себя можете игнорировать, вы можете к себе относиться без необходимого доверия, и все вы можете собрать, все вы можете собрать без согласия. Вот. То есть это вот такая история и такая история. А, что это значит. Речь о том, что вы себе, получается, не доверяете. И нуждаетесь в отношениях. Вот. То есть понятно, что все нуждаются в отношениях, но здесь у вас идет некий перекос. В начале отношений два года было все хорошо. Он как и все косячил, а я прощал. Ну, что значит косячил? Почему косячил? Да, то есть тут у вас уже есть какие-то немножечко трудности, потому что человек не косячит на постоянной основе. на постоянной основе у человека есть поведение. Поведение. Если он делал то, что он делал, то, что вы описываете, это не косяки. Это его образ жизни. Это те стороны его личности, которые вы предпочитали не замечать. Но при этом, возвышая себя над ним и как-то отгораживая себя от него тем, что вы прощаете ему это. Пытался познакомиться с девочками, проще сказать, изменить все простил. А в смысле простили? Ну, то есть, если он пытался познакомиться с другими девочками и вам изменять, значит, наверное, он в отношениях с вами его что-то, ну, не устраивал. В третий год отношений он пошел в армию, я дождалась. Такое ощущение, да, что вы, делая это, чего-то ожидали. В ответ. Четвертый год он пришел с армии и все мгновенно поменялось. Мы часто ругаемся, хотя при этом он говорит, что любит меня. Появляется редко, видимо, мало времени проводим только по телефону и то мало. Если вы ругаетесь, какой ваш вклад в конфликт? Известите, пожалуйста, психологическую игру в скандал. Это очень важно. Вы говорите, что он появляется редко и вы видите с мало. А какой у него мотив появляться чаще? И чем проявляется ваше ощущение, что вы мало с ним проводите время? Если приходит, то в основном поздно, мы вместе не живем. Как-то просто сказал, что он приходит только для одного. Вполне вероятно, так и есть. Но с чем связана злость? Теперь он в адрес отказывается приходить и видеться. Почему вы сами с ним не встретитесь, скажем, на улице? Я извинялась, но бесполезно, как будто стена. А за что вы извинялись? За свою злость? То есть вы так не считаете? Как-то здесь, вот, мне кажется, есть противоречия у вас. Его родители против наших отношений. Какая разница, против родителей или нет? Другая нация, мол, русские любить не любят, любить не могут. Здесь я не очень понял, это он русский или вы? То есть, как бы, вот здесь не очень понятно. Мол, выгуляется, женится на той, которую мы найдем. А, ну, скорее всего, он не русский. Ну, тогда вам нужно учитывать национальные особенности, что утром недели был дома с мамой и с каждым днем отношения у нас все хуже. Отношения зависят, в том числе, от вас. Мне кажется, что вы свой вклад вносите в ухудшение отношений. Нужно понять, какой, и скорректировать это. Дальше. Люблю его, но не могу понять ничего, как собака на стене. Кто собака на стене? Да я не хочу бросать его. Что вы вкладываете в любовь? Пока что, мне кажется, вы не столько любите, сколько пытаетесь, не знаю, пытаетесь... его удержать и пытаетесь его, не знаю, перестроить под себя, не принимая его таким, как он есть. И, к сожалению, тем самым подтверждая гипотезу его родителей, что русские любить не могут. Ну, потому что вы от него все время что-то требуете. Вот. Как бы при любви так не поступали. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Я надеюсь, после того, как вы подумаете и изучите психологическую игру, вы дадите обратную связь, что и послужит началом психотерапии. ПО РДСМИИ